Первый день второго международного киновестиваля «Русское зарубежье» начался с конференции «Русское кинотворчество за рубежом. Люди и фильмы», в которой приняли участие видные деятели киноискусства из многих стран мира. Идея создания этой конференции принадлежит Рашиду Янгирову, известному историку эмигрантского кино. С докладом выступил доктор философии, лектор университета Хельсинки Белл Хеллман. Фестиваль продолжился показом фильмов, в том числе в игровой конкурсной программе была показана картина эмигранта из древнего рода князей Долгоруких Александра Александровича Долгорукова. — Скажите, вы на фестивале представили ваш фильм? — Да, они решили. Это не я сам решил. Потому что фильм — это макет. Он не закончен. Я не успел закончить. Я приготовляю следующий год закончить этот фильм. Но для меня это все равно интересно. Что важно — это быть русским. Вообще быть русским из старой эмиграции или из новой эмиграции. Но быть русским, говорить по-русски, общаться и знать, что есть Россия. Вся эта маленькая общество возродилась. Между ними больше нет границ по госсостоянию. Все или почти все нищие. Все знают, что значит титул нищета. Ольга Чехова не признавалась, что была личным ни в одной картотеке не засвеченным агентом Лаврентии Берия, поставившим перед ней предельно ясную задачу — убить Гитлера. Эту же цель преследовали видные немецкие генералы, составившие заговор против своего фюрера. Почетный гость фестиваля Джоанна Мерлин, актриса и педагог из Америки, посетила исторические места, связанные с ее мастером и педагогом Михаилом Чеховым. Они побывали в раме от ангела Михаила, где начался ее учитель. Также они посетили здание второй студии МХТ, ныне Российский Академический Молодежный Театр. Гости побывали в гримёрной комнате актёра, где создавались гениальные образы. Продолжение следует... Продолжение следует...